Что несет с собой российский паспорт? Получив российский паспорт, выходцы из других стран могут попасть на войну в Украине. В Петербурге полиция уже задержала около ста мигрантов с российскими паспортами за то, что они не встали на воинский учет после получения нового гражданства. Граждане, минуточку внимания. Будьте доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет. Прошу за мной в автотранспорт. По закону новый гражданин России должен встать на воинский учет в течение двух недель после получения паспорта. После этого гражданин подлежит призыву в армию и на службу по мобилизации, так же, как и все другие граждане России по рождению. Даже если человек уже исполнил воинскую обязанность в своей стране, от службы в российской армии или по мобилизации в России, его это не освобождает. Единственное исключение – наличие между странами договор о признании службы в армии в другом государстве. У России такое есть только с Таджикистаном. Но от службы по мобилизации оно все равно не освобождает. Граждане Российской Федерации, у которых сохранено исходное гражданство, сохранен паспорт, на территории России данные граждане рассматриваются только как граждане Российской Федерации и соответствуют права и обязанности гражданина Российской Федерации. И поэтому, опять же, все распоряжения касаются порядок выезда только как граждан Российской Федерации. В ином статусе это нарушение порядка пересечения границы 18.1, часть 1, протокол и соответственно уведомление о запрете на выезд. Если, например, вы сочтете нужно выехать по национальному паспорту. Если вы захотите выехать по национальному паспорту своей страны, будет ограничение. Если вы заедете сюда по национальному паспорту, а являетесь гражданином России, то у вас также будут проблемы, потому что в базе, рано или поздно, будет информация о том, что вы гражданин России. И, соответственно, к вам также могут быть применены административные ответственности в рамках протокола. Призвать могут всех, в том числе и женщин. Недавно глава Совета по правам человека по президенте России Валерий Фадеев предложил сразу ставить новых граждан на воинский учет. Новые граждане России должны иметь не только права, но и обязанности, в том числе защищать свою родину.